Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем говорить о продуктах питания. Сегодняшняя наша тема это микрозелень. Что же такое микрозелень? Микрозеленью называются совсем-совсем молодые побеги растений, срезанные на этапе образования первых листочков. Этим микрозелень и отличается от проростков, которые обычно собирают еще раньше, практически сразу после прорастания семян, пророщенная пшеница, помните, да? Для выращивания микрозелени в основном берут не бобовые зерновые, а травы, некоторые виды салатов, корнеплодов, а также крестоцветные. Ну, это разные сорта капусты. Кстати, выращивать микрозелень начали еще в 80-х годах от прошлого века, однако популярность она приобрела относительно недавно. Во многом этому способствовали ее максимально хороший продающий внешний вид. Маленькие росточки, отлично смотрятся на фотографиях во всех актах, инстаграм-аккаунтах, твиттерах, известных ресторанах, фитнес-блогеров. Помимо фотогеничности, можно так сказать, микрозель может похвастаться также высокой пищевой ценностью и плотностью, за которую ее также ценят диетологи. В момент, когда росток срезают, он еще находится в стадии активного роста, и то есть концентрация полезных веществ в нем, так можно сказать, максимальная. Молодые побеги – это настоящие залежи антиоксидантов. Они богаты каротиноидами, витамином С, полифенолами. Все они необходимы для защиты организма от повреждений свободными радикалами. Что это такое, мы с вами об этом подробно говорили. Для предотвращения воспалительных реакций, замедления старения и защиты организма от пагубного влияния ультрафиолета, ультрафиолетовых лучей. Кроме того, витамин С стимулирует выработку коллагена гиалуроновой кислоты и дарит коже естественное сияние. Микрозелень также богата различными микроэлементами, среди которых магний, медь, кальций, железо, цинк. Они необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы и нормальной функции центральной нервной системы, а также укрепления иммунитета. Как можно догадаться, при таком впечатляющем составе микрозелень практически не содержит калорий и, значит, она идеальная составляющая самого полезного рациона пищевого, да? Еще одно преимущество микрозелени – это ее деликатный вкус. Ну, вкус разный у всех, да? Поэтому выбирайте по своему вкусу микрозелень сами. Он, кстати, менее резкий, чем у обычной зелени, но при этом он отлично ощущается. Поэтому в магазинах можно брать готовые миксы из микрозелени или можете сами создать свою неповторимую палитру, неповторимую комбинацию. Вот в силу высокой популярности продукта также и на рынке можно найти самые разные виды ростков от душистых тимьяна, орегано, до, кстати, традиционных свеклой моркови. Добавляйте побеги в салаты, сэндвичи, смузи, посыпайте горячие-холодные блюда. Не бойтесь экспериментировать, но это очень полезно, очень здорово. Поэтому будем здоровы! Продолжение следует...